Всем привет, это Дройтер, с вами Валерий Исшев. Это уже второй ролик с презентацией Acer, которая прошла в Бруклине. И кроме того, что здесь представили несколько игровых новинок, здесь еще и показали новый подбренд, или точнее линейку, которая называется ConceptD. Именно о ней я и хочу поговорить в этом ролике, для чего она сделана, какие там устройства и вообще в чем ее основная идея. Погнали! Со сцены генеральный директор Acer похвастался о том, что их игровое подразделение Predator буквально за два с лишним года стало, по сути, отдельной миллиардовой компанией, то есть долларово-миллиардовой компанией. И примерно то же самое они хотят сделать с подбрендом ConceptD. И о чем же тут идет речь? Прежде всего, все устройства, которые были представлены внутри этой линейки, и они направлены на так называемых креаторов, что сейчас модно. Это люди, которые их создают. Работают с видео, работают с фото, создают какие-то 3D-графику, спецэффекты. В общем, те люди, которым, по сути, нужны мощные железки. И, как сказал, опять же, генеральный директор, эти люди часто используют именно игровое железо для своей работы. Ну и поэтому Acer решили так. Давайте мы сделаем для них отдельную линейку, примерно с тем же железом, но еще и учтем их потребности. На что, прежде всего, был сделан упор? Первое, это дизайн. Он, естественно, более скромный, но в то же время и более стильный. Если в игровых устройствах мы видим вот эти вот красные вызывающие цвета, мигающие лампочки, клавиатура с подсветкой разными цветами, ну, в общем, этого всего, естественно, в ConceptD нету. Есть элементы дизайна, дополненные деревом, есть какие-то интересные штучки. Кроме того, практически во всех устройствах был сделан упор на очень низкое шумовыделение. Ну и кроме того, компания, скорее всего, увидела потенциально обеспеченного покупателя в этих креаторах, потому что чаще всего эти люди, которые умеют работать профессионально со спецэффектами, с графикой, с какими-то вещами, которые требуют больших вычислений, в том числе и с геймдево разработки. Во-первых, потому что зарплата этих людей находится на высоком уровне. Во-вторых, это их рабочий инструмент, и они будут готовы за них заплатить неплохие деньги. Сейчас у меня в руках, точнее, вот тут вот, перед вами находится, по сути, флагман линейки ноутбуков ConceptD. Он называется ConceptD 9. И каким образом он у нас складывается? Вот так вот. На самом деле у Wazer уже был такой форм-фактор, но этот ноутбук заметно тоньше того, что было из игрового семейства. И, посмотрите, в принципе, действительно прикольно, когда вот такой форм-фактор. У вас экран находится прямо перед вами. Здесь у нас тачпад, клавиатурка полноценная. И экран находится прямо перед вами. Единственное, мне кажется, что странно на профессиональных устройствах делать вот такой вот глянцевый экран. Но, с другой стороны, те же MacBook'и тоже имеют глянцевый экран. И это уже такой старый, древний Hollywood глянцевый или матовый. Можно вот таким вот образом работать. Здесь освобождается пространство. И как раз-таки оно используется для охлаждения. Вот, посмотрите, настоящие креаторы уже тестируют это устройство. Что касается характеристик этого ноутбука. 17,3 дюйма диагональ здесь экран. 3840х2160 пикселей IPS. 400 нит яркость. Ну и, как бы, здесь очень хороший цвет передачи экрана. Delta E меньше одного. Если для вас-то что-то говорит. Работает ноутбук на девятом поколении Intel i9. Ну и 512 гигабайт внутренней памяти или 1 терабайт. Кроме того, внутри стоит NVIDIA GeForce RTX 2080. Ну, в общем, в принципе, такой хороший наборчик. Но самое приятное, естественно, что этот экран сенсорный. Кроме того, что можно управлять пальцами. И это удобно, когда у вас экран находится вот на таком расстоянии. Можно использовать еще специальный Pencil. Точнее, Stuse, правильнее будет сказать. В общем, если сравнивать с другими устройствами подобного плана, мне приходит в голову Microsoft Surface Studio 2. Это большой такой компьютер. И подобный ноутбук, мне кажется, он интересен прежде всего, опять же, каким-то графическим дизайнером или иллюстратором. И удобно с этим работать. И мне нравится то, что экран находится прямо вот тут вот, около клавиатуры. Легко дотягиваться руками. И тачпад можно со временем вообще не использовать. Особенно, когда винда будет хорошо поддерживать все сенсорные интерфейсы. Потому что сейчас я не сказал бы, что это идеально. И если сравнивать с мобильными операционками, с той же iOS, то на винде все-таки не все можно сделать пальцами. Например, вот на эту маленькую штучку, как ты попадешь пальцем? Это можно сделать только либо стилусом, либо мышкой. А вот на этом белом столе расположился ноутбук самой младшики из линейки Concept D. Он называется Concept D5. Я не буду на нем останавливаться подробно. Но если вам интересно о нем что-то узнать, напишите об этом в комментариях. А это у нас Concept D7. Наверное, такая самая ходовая рабочая лошадка. i7 девятого поколения, NVIDIA GeForce 2080, 4K Ultra HD дисплей. В принципе, сам ноутбук не сильно большой, но он достаточно тяжеленький. Немножко меня смущает то, что он все-таки весь сделан из пластика. И если сравнивать, опять же, с металлическими различными ноутбуками или макбуками, я бы отдал предпочтение, наверное, все-таки металлу. Но, тем не менее, он смотрится неплохо. Такой весь беленький, красивенький. Но, опять же, напишите в комментариях, если бы вы хотели увидеть подробный обзор подобного ноутбука у нас на канале. И мы попробуем его раздобыть уже в Москве. А вот такой любопытный дизайн у новых профессиональных мониторов линейки Concept D есть на 32 и на 27 дюймов. Мне нравится, как он выглядит. 3840 на 2160 у нас здесь точек. 60 Гц, правда, всего развертка. Что значит дорого-богато для настоящего креатора? Чтобы внутри стояло пару процессоров Intel Xeon Gold. Чтобы, естественно, там был NVIDIA Quadro RTX 6000. И еще, желательно, то, ну, наверное, 60 терабайт хранилища будет достаточно. Это Concept D900. И он стоит 1 350 000 рублей на минуточку. 1 350 000 рублей за этот системник. Он вроде ничем, особенно непримечательный. Такой вот черный. Забыл упомянуть, что внутрь можно поставить аж 12 планок оперативки DDR4. И в итоге получится 192 гигабайта АЗУ. Вот здесь вот внутри. Ух, монстряка. В плане подхода к дизайну гораздо интереснее выглядит модель системника Concept D700. Обратите внимание, сверху находится вот такая вот красивая деревянная панелька. И, кроме того, здесь есть еще и площадка для беспроводной зарядки гаджетов. Что я, несомненно, хочу проверить прямо сейчас. Оп! Заряд пошел! Молодцом! Да, и кроме этого, также наверх вынесли разъемы, которыми чаще всего пользуешься. Сейчас они под заглушкой. Можно наушники втыкать, можно карту памяти. В принципе, все под рукой. Если в мониторах линейки Concept D основной упор был сделан на цветопередачу, то, что касается системников и ноутов, тут был сделан упор на то, чтобы они не издавали много шума. Ниже 40 дБ вот эта вот штучка шумит, даже если все вентиляторы будут работать на активной мощности. То есть, когда вы будете больше всего нагружать эту штуку, например, рендером чего-нибудь. Приятно, что компания Acer сделала в этой линейке упор на дизайн, но неприятно то, что они не сделали внимания к мелочам. Например, вот эта выдвигающаяся панелька для наушников очень туго выдвигается и не ощущаешь какого-то кайфа от того, что нажимаешь на эти штуки. Если сравнивать, опять же, с профессиональной техникой Apple, то там каждая деталь, естественно, нас радует. Вот эта вот деревянная панелька, она, к сожалению, хоть и выглядит хорошо, но это не натуральное дерево, а пластик, покрытый краской. Но вот эта вот деталь, я не знаю, наверное, больше всего мне здесь понравилась. Когда вы кладете на системник ваш телефон, он заряжается. Я еще раз это сделаю. И это в этот раз не сработало, да? Оп, заряд пошел. Ну, кайф. Не знаю, правда, нужно попадать всегда вот по какой-то, наверное, конкретной точке. Но нет, кстати. В принципе, можно достаточно неряшливо бросать смартфон. Но не только системники и ноутбуки представила компания Acer. Еще и рюкзачок я вот тут вот нашел. Его никто особенно не трогает, а я вот заметил. По-моему, он выглядит прикольно. Я, на самом деле, фанат всяких рюкзаков. Внутри даже что-то есть. О, ничего себе, какие-то аксессуары. У нас стандартная модель вот этот вот ролл топ. Вот таким вот образом можно заворачивать. И потом вот таким вот крючком. Блин, кстати, удобно. Мне нравится. Прикольно. Рюкзачок. Вот. Микрофон тропался. Подводя небольшой итог, хочется сказать, что у компании Acer получилась интересная презентация и интересная новая линейка под названием Concept D. Но в ней есть некоторые минусы. Что касается системников, мне не понравилось то, что нет внимания к мелочам. И некоторые вещи сделаны, откровенно говоря, не очень качественно и без этого самого внимания, который так любят креаторы. Но что касается начинки и железа, с этим все в порядке. И вообще вся линейка, в принципе, выглядит очень даже интересно. Но цена как будто бы не оправдывает то качество, с которым сделаны эти устройства. Я очень надеюсь, что это всего лишь тестовые образцы. И в итоге в финале вот эти вот все полочки для наушников, деревянная панелька сверху будет сделана гораздо лучше и качественнее. Но мы уже посмотрим, когда все эти девайсы действительно поступят в продажу. Это был первый взгляд на линейку Concept D от Acer. И в чем-то, на самом деле, эта линейка конкурирует с теми же устройствами от компании Apple. Потому что компания из Кубертино очень часто делает упор именно на творцов. И они, наверное, изначально, с самого становления компании, делали упор именно на творческих людей, которые как бы отличаются от других. И устройства для них тоже как бы уникальные, по сути. Посмотрим, что получится у Acer. Устройства, на самом деле, достойные и интересные. Напишите в комментариях, если вы хотите, чтобы мы взяли на долгий тест что-то из этих девайсов. Пишите название, пишите, о чем вы хотели бы увидеть отдельное видео. Подписывайтесь на Android, не забывайте ставить лайк, если вам понравилось. С вами был Валерий Истишев и до встречи в будущем. На самом деле, самый интересный уголок. Можно посмотреть, как такие тюнеры натюнили Helios 700. Сделали вот такие вот эксклюзивные дизайны. И они все разные, со своим характером. Вы посмотрите только на это вот. Что это вообще такое? А вот этот дизайнер чувствуется вдохновлялся в основном названием под бренда.